добрый день дорогие радиоуслушатели в эфире программа политинформания радиостанция народная волна чикаго самая популярная радиостанция на среднем западе сша а ее ведущие эдуард брумер и геннадий брумер сегодня мы беседуем с очень интересным человеком можно сказать с кумиром нашего нашего детства юности сегодня у нас на линии из москвы актер театра и кино музыкант певец телеведущий максим леонидов максим добрый вечер в петербурге прошу прощения спасибо что вы в петербурге и что вы с нами и вот спасибо еще что в этот позднее время вы согласились побеседовать с нашими радиослушателей с нами соответственно максим чтобы время не тратить так как сожалению у нас его не так много у меня сразу к вам будет первый вопрос что такое на сегодняшний день шоу-бизнес по-российски и есть и если что-то общее между советской эстрадой и сегодняшним шоу-бизнесом в россии на ваш взгляд слушайте но шоу-бизнес собственно говоря весь бизнес состоит из чего на самом деле бизнес состоит из концертных выступлений и корпоративных выступлений наибольшие деньги как правило артисты зарабатывают на выступления корпоративных во всем мире точно так же и в россии сожалению грамм запись потеряла свою актуальность и только самые самые горячие хиты каким-то образом приносит доход поэтому если ты не выступаешь не концертируешь то в общем никакого бизнеса нет что касается советской эстрады ну смотрите естественно что российская поп-музыка является в общем таким ребенком советской эстрадой и западной эстрады такое странное симбиозное дитя получилось у советской популярной музыки есть очень много всяких своих отличительных черт как и у советского российской рук музыки безусловно если в российской рук музыки очень большое значение имеет поэзия в отличие скажем от рук музыки американской и британской за редким исключением особенностью российской поп-музыки является полное отсутствие на мой взгляд музыки для взрослых то есть российская популярная музыка для взрослых это такие странные блатные песни в поп-аранжировки если мы говорим там про американскую музыку для взрослых и британскую музыку для взрослых мы сразу вспоминаем evergreen всякие голливудские мелодии замечательная совершенно обойма американских песен сороковых 30-х 50-х годов все это время безвозвратно было утеряно советской россии поскольку у нас были революции гражданские войны и нам было не до чик-ту-чик и тифу-ту так что вот к сожалению эта страница у нас совсем потеряно и это накладывает свое свой отпечаток на современную взрослую музыку и и практически нет вообще это разговор очень длинные но вот в двух словах мне кажется я вам ответил а максим ваш друг и коллега андрей макаревич в одном из интервью как-то сказал что главным разочарованием его жизни было то что он думал что его творчество его песни делает людей свободнее демократичней значит они стремятся к независимости а на поверку оказалось после четырнадцатого года что все совсем не так и известно что андрей вадимович подвергся острокину собственной стране гонению как вы вот ответили бы вот то что он сказал его вот это разочарование как бы вы это прокомментировали мне кажется что он немножко лукавит поскольку я не думаю что андрей всерьез полагал что его творчество способно изменить менталитет целого народонаселения российской федерации я не вполне с этим согласен мне кажется что искусство она вообще делает мир лучше и делает людей чище и светлее но не всех людей которые способны делаться чище и светлее все немного поэтому в общем все это ожидаем максим а вот смотрите в 60 70-х годах американская музыкальная культура индустрия музыкально была очень сильно вовлечена в политику по определенным причинам и тамская война борьба за равноправие так далее так далее 80-х годах этого уже не было в америке ну 90-е само собой на сегодняшний день как вы считаете вот музыкальная культура россии индустрия музыкальная вместе с политикой это пересекающейся линии или это идущие рядом параллельно параллельной линии вот эти массовая культура как правило с политики вообще никогда не пересекается она призвана развлекать что же касается отдельных представителей культуры вообще я бы не стал отделять сейчас музыку от культуры вообще то конечно отдельные тонко чувствующие переживающие и считающие себя гражданами страны но имеющие гражданские чувства люди в их творчестве безусловно это находит какое-то какой-то отклик а если не находят в творчестве поскольку он не всем свойственно ну такое политическое открытое конферкционная плакатная зовущая на баррикады творчество мне например она вообще не свойственно то свою гражданскую позицию люди выражают как-то иначе в конце восьмидесятых во времена перестройки люди эстрады искусства были своеобразными такими фронт раннерами ну например вы и ваша группа бит квартет секрет олег газманов ленинградский рок-клуб это все были глашота и перестройки люди которые вот как бы выражали вот это время а как вы думаете что случилось сегодня почему сегодня российские артисты стали такими соглашателями с власти в частности например олег газманов у которого такие были песни и вот он сегодня один из самых главных про путинских но я не хотел бы сказать пропагандистов творческих но в принципе да он всегда рядом как вы считаете что изменилось за 30 лет вот этих это его надо спросить главным образом что случилось на мой взгляд никогда олег газманов и не был никаким глашатом перестройки и никогда никаких революционных или там свобода любимых песен что-то я у него не припомню музыка вообще претерпела большие изменения она перестала быть флагом если рок-н-ролл 60-х 70-х 80-х годах отчасти еще звал куда-то за собой он был неким флагом молодежи молодежного движения то в 90-х и в нулевых и сейчас особенно сейчас эту нишу заняли совершенно другие люди рука на ролл больше не является символом свободолюбия пожалуй и так такие люди ушли в интернет и если посмотреть сейчас на тех кто является таким ну флагманом как бы закаток за которым следят которым идет молодежь это молодые журналисты все-таки это дуть до пивоваров это вот это все таки знаете эпоха цифровых технологий берет свое и люди очень много времени проводят именно в ютюбе героями становятся журналисты и блогер а не рок-музыканты максим если говорить о российском обществе да мы беседуя с очень многими и журналистами и актерами и политологами из россии мы всегда практически задаем один и тот же вопрос только как бы в разных ракурсах то что касается российского общества как вы чувствуете если в российском обществе усталость от происходящего вокруг я имею ввиду в том числе и этот коронавирус который во всем мире если понятие такого оптимизма взгляда в будущее или все-таки это немножко темные это на они светлые как вы думаете усталость безусловно есть это усталости мне от пандемии это усталость от несменяемости лиц на экранах телевизоров радует что эти лица наблюдают все меньше и меньшее количество людей ну например среди я как бы уже далеко не мальчик и даже среди людей моего поколения во всяком случае моего круга телевидение не смотрит никто ни один человек поэтому что касается молодежи то они вообще страшно далеки от того что происходит на политической сцене россии если я еще своим детям так сказать ну стараюсь у меня их двое 12-15 лет я пытаюсь как-то рассказывать и том их ровесники очень часто вообще не в курсе что происходит на самом деле поэтому мне трудно оценивать труд трудно придать этому какой-то оптимистический или пессимистический оттенок я честно говоря растерян я понимаю что усталость есть огромная понимаю что молодежь жить по законам отцов и не хочет но чего она хочет я пока не знаю и каким образом она будет этого добиваться тоже не понимаю максим следите ли вы за тем что происходит в белоруссии в соседней с россией республики и ваши прогнозы и вообще ваши отношения к тому что там происходит как бы вы могли это описать смотрите это было настоящее чудо на мой взгляд это такое белорусское чудо это было и очень красиво со стороны народа белорусского мы явились свидетелями того как население страны становится народом у нас на глазах как просыпается национальное самосознание как просыпается народное единство и это было очень красиво и мирно и по-настоящему от этого как-то веяло любовью то как повел себя александр григорьевич лукашенко в данном случае на мой взгляд это преступление против собственного народа и я уже не говорю о тех зверствах которые творились белоруссии сейчас как-то видимо как говорят с этим стало поспокойнее но этому прощения конечно никакого не будет лукашенко безусловно не является уже легитимным президентом республики беларусь и на мой взгляд его время прошло его безусловно не будет во главе государства это вопрос может быть месяцев может быть там чуть больше безусловно его не будет что будет к сожалению вот здесь мои прогнозы довольно пессимистичны потому что конечно российская федерация беларусь никуда от себя не отпустит и мне думается что постепенно беларусь станет провинцией российской империи то есть это будет такая вот как бы будет провинция она будет безусловно находиться под протекторатом российской федерации всяком случае кремль все для этого сделать максим в продолжении предыдущего вопроса вот если вы обратили внимание очень много известных людей поддержали вот эти все протесты и белорусская оперная певица гулегина и многие российские артисты как вы считаете для меня например лично является загадкой почему песниры сябры виросы знаковые люди для беларуси не высказали свое отношение к происходящему ведь они все-таки лицо лицо очень знак народа народа и страны у меня нет ответа на этот вопрос вы выходец из такой ленинградской актерской семьи творческой семьи будем такой кинотеатральной семьи ваша мама известная в 60-х годах актриса людмила люлько и отец леонид леонидов скажите пожалуйста вот как выросли вот ваша семья я знаю что я просто нашим радиослушателям напоминаю что великому сожалению ваша мама рано ушла и жизни и выросли с отцом расскажите а вот это и вот вашем детстве ленинградском театральном детстве кино детстве если можно так сказать это долгий очень разговор будет поэтому что конкретно вас интересует а кто у вас был в гостях с кем дружили ваши родители а кого вы видели в детстве из тех актеров которые жили в то время в ленинграде и кто может быть на вас повлиял оказал внимания да конечно у нас в гостях было очень много актеров в основном это были актеры театра комедии акимовского знаменитого лев милиндер валерий никитенко лев лемке многие савастьянов елена юнгер я помню николая павловича акимова которого я часто в детстве в театре видел павел панков евгений лебедев выслав стрижечек которых мы встречали в доме актера куда я в юности уже стал с родителями ну с отцом захаживать и безусловно все эти посиделки и разговоры они конечно оказали на меня огромное влияние очень большое влияние на меня оказал знаменитый капустник театра комедии автором одним из авторов которого как раз был мой отец там была компания такая капустная бригада которую входили лев милиндер леонид леонидов борис улитин валерий никитенко и каждый год в день рождения николая павловича акимова в театре комедии происходил такой капустник который невозможно было попасть зал абсолютно был переполнен и это было невероятно остроумное очаровательное виртуозное действие которое конечно я многие номера оттуда из этого капустника до сих пор помню наизусть так что это на меня оказало огромное влияние а такой вопрос всем известно что самым успешным президентом сша был артист рональд рейган сегодня интересной фигурой в политике является президент украины владимир зеленский как вы вообще относитесь к тому что должен ли артист заниматься политикой и вообще интересно ваше мнение по поводу президентства вот сегодняшней деятельности владимира зеленского в украине ну смотрите президентство владимир зеленского я бы оценивать не стал потому что я честно говоря некомпетентен оценивать президент я понимаю что это огромная работа связанная с невероятным количеством сложностей особенно в такой непростой растущей развивающейся стране меняющейся стране как украина что же касается может ли президентом быть артист но почему же нет если артист чувствует в себе политические какие-то амбиции политические таланты способности если за ним стоят силы способные поддержать его на этом посту если народ его выбрал почему же нет кроме регина у нас политикой занимался еще арнел шварценеггер довольно успешно на посту губернатора к огромному что калифорнии так что мне примеры есть я не вижу здесь никаких противоречий максим перед тем как мы уйдем на рекламную паузу такой вопрос косящем и немножко скачем как бы из политики к музыке и из музыки политику но мне кажется что эти два вида искусства потому что политика это тоже искусство они иногда идут рядом алла пугачёва вы сталкивались я на я я так думаю может быть я ошибаюсь вы меня поправить и вы наверное не раз не сталкивались во время концертов или личного общения как бы вы могли ее оценить как человека не то что пишут в газетах не то что кто-то вот вот ваше личное мнение об этом на мой взгляд замечательном человеке и великой певице я вас разочарую я не знаком с аллой пугачёвой то есть ну как знаком мы были друг другу представлены когда-то еще в 80-е годы но не более того мы находимся в разных мирах абсолютно и я с той когорты артистов которые окружают аллу пугачёву соприкасаюсь крайне редко мы все-таки в разных цехах находимся скажем так поэтому не отвечу на вас вопрос я не знаю что из себя представляет алла пугачёва как человек а максим мы сейчас уйдем на рекламную паузу и через пару минут вернемся пожалуйста не отключайтесь мы возвращаемся в программу политинформания радиостанция народная волна чикаго самая популярная радиостанция на среднем западе сша ведущие эдуард брумер и геннадий сегодня мы беседуем с актером театра и кино телеведущим певцом и исполнителем композитором максимом леонидовым максим я на связи спасибо что вы что вы с нами максим такой вопрос а вас называли советскими битвами вы и выглядели вы выглядели так ваша группа самая известная группа бит квартет секрет нету ли у вас желание снова воссоединиться и так ударно сделать какой-нибудь тур наверное это было бы очень вот когда пандемия закончится то есть когда все вернется в русло ну во первых мы с 12 года примерно регулярно играем концерты совместные но мы договорились о том что это не будет мы не хотим это ставить на регулярную концертную такую знаете основу чтобы это не превратилась в час мы решили что мы будем такой редкой залетные птицы и с этого момента регулярно каждый год мы играем в больших на больших площадках во дворцах спорта несколько концертов в петербурге в москве иногда в других городах в два года назад мы съездили небольшой десятидневный тур по германии мы выступали в израиле в четырнадцатом году мы записали новый альбом и вот таким вот образом мы и существуем поэтому если есть желание видеть нас соединенных штатах то все вопросы рассматриваются и мы с удовольствием приедем максим а чтобы немножко уйти от такой серьезности да немножко как бы капля юмора вот если взять владимира путина и дональда трампа на ваш взгляд как на музыканта в какой бы они играли или исполняли манер я имею ввиду либо это было рок-музыка либо это поп-музыка либо это джаз либо я не знаю классическая музыка либо рэп вот они смотрелись бы в какой из музыкальных ипостасей каждый из них в отдельности на ваш взгляд что касается владимир владимирович путин а то мне кажется что это конечно советская патриотическая песня лучше таскать традициях пока я ведь умею пока я дышать умею я буду идти вперед вот комсомольская такая знаете пропагандистская коммунистическая советская песня и что касается дональда трампа то я бы его поместил в какую-нибудь такой знаете смешную шоу группу из разряда групп которые выступают на евровидении это конечно безусловная поп-музыка максим вы некоторое время в 90-х годах жили в израиле и даже приезжали спокойным премьер-министром рабиным в москву следите ли вы за тем что сегодня происходит в израиле и чтобы вы могли вообще сказать о современном израиле если у вас по этому поводу какие-то мысли очень непростая страна с очень сложной политической картиной и находясь на расстоянии тысячи километров я бы поостерегся давать какие-то оценки тому что там происходит для этого нужно все-таки быть глубоко интегрированным в израильскую политическую реальность и я про себя этого сказать не могу про себя и могу сказать что я каждый год бываю в израиле я гражданин этой страны и мои дети граждане израиля я очень люблю израиль он невероятно стремительно меняется я люблю тель-авив для меня это второй после санкт-петербурга любимый город и все-таки прожил ним шесть лет и я испытываю невероятную теплоту к израильскому народу и вообще к этой стране а вот мы недавно с братом посмотрели такой сериал называется забоченные сериал не новый но мы вот посмотрели совсем недавно в этом играете роль отца одной из героинь причем я считаю что это одна из ваших лучших ролей в кино потому что в роли вот ваши этой роли очень много юмора во первых жалко что у вас как-то больше нету может быть что-то не знаю может вы где-то снимались но я не вижу чтобы не так много как нам хотел хотелось бы да вам какой жанр ближе комедия трагедия мелодрама или в принципе все равно лишь бы это был хороший материал вы знаете я редко снимаюсь потому что они снимают в дерьме очень много в свое время после кинокартины высоцкий спасибо что живой было да было довольно много предложений но к сожалению большинство из них было абсолютно мне не интересно я по счастью имею возможность выбирать и сниматься только там где где действительно этот процесс мне гарантирует какое-то творческое удовлетворение к тому же я человек который привык отвечать за то что он делает в кино это очень сложно потому что либо ты должен абсолютно довериться съемочной группе режиссеру либо меня например будут все время терзать кита сомнения что это сделано не так я бы сделал иначе я бы это снял иначе и так далее в общем короче говоря я не в кино артист в том смысле этого слова в котором ну как которая в общем общепринято знаете есть артист ему дает сценарий он его читает роль ему нравится он снимается это его постоянная работа у меня постоянная работа все-таки другая поэтому я капризный и в связи с этим я снимаюсь действительно не часто что касается сериала озабочена это вообще была случайность потому что просто мне позвонил сени слепаков и очень меня попросил почему-то ему хотелось чтобы именно я снялся в этой небольшой роли ну вот я в ней снялся замечательная роль замечательная я этого так и не видел к сожалению надо будет вы посмотрите а это действительно я вот рекомендую нашим радиоуслужащим вообще посмотреть этот сериал потому что в нем очень много юмора и в нем очень много правды поэтому я очень рекомендую это замечательный именно замечательный сериал максим вы упомянули владимира семеновича высоцкого вы снялись вот в этом фильме высоцкий спасибо что живой на днях ну не на днях не по-по-по-по-по-по-да месяц назад исполнилось к сожалению 40 лет со дня его ухода чтобы вообще сказали по поводу высоцкого если бы например он был сегодня жив как бы он себя вел сегодня вот как бы как вы это чувствуете как вы это чувствуете вот вы могли бы представить его сегодняшней жизни ну вы знаете я вообще не люблю такое сослагательное наклонение особенно когда дело касается ушедших легендарных людей я не могу себе представить сегодняшнее время и живого очень пожилого высоцкого вообще высоцкого не могу себе представить пожилым он не был создан для того чтобы состариться и он прекрасно сам это понимал и вся его жизнь была как горящая спичка извините уж за такую за такое банальное сравнение но это первое что просится антенны язык вот высоцкий не невероятная личность потрясающий поэт он один из гениев русского языка пожалуй по легкости и виртуозности стихосложения я мог бы его сравнить разве что с александр сергеевичем пушкин это невероятная непревзойденная величина санкт-петербург сегодня это такой а как сказать как бы как бы вы его описали сегодняшний город я имею ввиду это город для путешествий это город где люди могут отдохнуть это город чем-то напоминающий вам ленинград можно ли вообще два этих названий сравнить ленинград и санкт-петербург ну безусловно санкт-петербург является наследником и санкт-петербурга и петрограда и ленинграда и огромное количество общих черт и и настроение его и его архитектурные особенности все это у нас следовало сегодняшний петербург мне нравится это город для горожан это город которым очень много мест для молодежи и неформальных каких-то то что называется тусовочных молодежных творческих пространств это город невероятной красоты город в общем ухоженный и чистый это пожалуй самый лучший в стране город в смысле ресторанной культуры очень-очень много хорошего я могу сказать о санкт-петербурге сегодняшнем к сожалению есть вещи которых очень сильно не хватает а именно государственной поддержки культурных мероприятий я имею ввиду театрального искусства потому что театральные постановки могли бы быть гораздо богаче гораздо интереснее если бы город выделял на это какие-то разумные средства не нищенские как сегодня а хотя бы какие-то не стыдные и имея такое огромное количество театров к сожалению нам порой нечем похвастаться так что в петербурге есть свои безусловные проблемы но этот город который из которого не было бы и меня это город который меня питает это город который меня вдохновляет это город в котором я родился и это единственное место на земле которое я могу абсолютно точно назвать своей родиной а максим задам вам такой может быть острова ты не не простой вопрос существует ли внутри шоу-бизнеса своя мафия которая вот рулит всем этим процессом как вы считаете ну вы знаете мафия это может быть громко сказано потому что я я сказал да что может быть я чуть-чуть утрирую да да но конечно некие финансово творческие в большей степени финансово в меньшей степени творческие образования и группировки в шоу-бизнесе безусловно присутствуют и если ты хочешь находиться в этой системе в системе российского шоу-бизнеса в которой я например не нахожусь по определению то ты не можешь быть свободным от участия в одной из таких больших корпораций у вас двое детей Мария и Леонид Мария старше Леонид чуть помладше недавно один из журналистов это было на ютуб канале он молодым людям задавал абсолютно простые вопросы касающиеся истории россии ну это касалось и медного всадника и поэта маршака там очень много было вопросов и беда заключалась в том что практически никто по поводу медного всадника не мог сказать кто же изображен на этом памятнике не говоря уже про то кто такой маршак и кто написал такие-то стихи ну я не буду как это там много было вопросов как вы чувствуете общаясь со своими детьми уровень образованности не образования именно образованности молодежи интеллекта молодежи сегодняшней в россии ну вы знаете для чистоты как бы эксперимента надо все-таки сказать что этот корреспондент я видел да и он общался с молодыми людьми молодыми до 20 и старше там лет как бы с учащимися высших учебных заведений и если что-то детям там в 14-15 лет еще простительно то безусловно студентам и уже не тинейджером такие вещи не простительно мне кажется что вообще сейчас такая тенденция все-таки ютюба электронная понимаете и у них у них голова устроена иначе с трудом читают потому что информация доходит медленно и они даже в этом не виноваты это просто время такое они вообще другие мне в этом смысле тяжело с этим мириться потому что я естественно отношусь к другому поколению к поколению которое без книги не могло себя даже и представить но что поделаешь против времени и его законов и законов развития ничего ты сделать не можешь конечно то о чем вы говорите это просто такой ну ликбез кто изображен на монументе медный всадник они безусловно знали но я бы не рискнул сейчас по крайней мере пока они еще в возрасте 12-15 копать глубоко в недра культуры проверяйте знания таким образом живем увидим время есть а сегодня лидерами творческих площадок эстрадных площадок являются рэперы ну в частности оксимирон самый известный из них как вы вообще смотрите на рэп как на иск искусство музыкальное искусство и и хоть я я точно скажу что не знаю пробовали ли вы себя в этой ипостаси и нравится ли вам вообще рэп как направление музыкальное вот это музыкальное смотрите все что талантливо сделано имеет право на существование молодежь выбирает себе свою культуру своих героев поэтому мне может нравиться или не нравится но это это так есть поэтому ну вот вы говорили про Эксимирона да это безусловно талантливый человек еще есть несколько имен в хип-хоп культуре и в рэп культуре которых можно было бы упомянуть но в общем конечно это не мое это не не герой моего романа и я себя не пробовал в этом и мне кажется что я буду смешон если вдруг начну зачитывать рэп я все-таки мелодию очень люблю и для меня песни это прежде всего мелодика гармоничная какое-то соединение с ней мелодии и гармонии я люблю красивые песни ну возвращаясь к владимиру путину в этом году двадцать лет как он находится у власти на ваш взгляд если мы будем так говорить три плюса три минуса его деятельности может быть вы знаете больше но я не хочу вас как бы толкать на чтобы это было пять или там шесть это ну вот такое как бы три плюсов три минусов если они есть мне трудно заниматься подсчетами ну конечно просто назовите на ваш взгляд какие есть на ваш взгляд есть плюсы какие минусы этой деятельности ну смотрите до четырнадцатого года в общем как в какой-то момент в нулевых там в десятых годах вот в начале да мне казалось что Россия идет в правильном каком-то направлении я радовался тому что Россия интегрируется в мировое сообщество мне нравилось что жить стало гораздо сытнее народу что первый раз на моей памяти народ получил какие-то свободы свободы в смысле передвижения так совпало да перестали наконец-то выдавать выездные какие-то визы и и народ вздохнул но к сожалению есть некие исторические законы они нам говорят что один и тот же человек в течение длительного количества времени занимающий руководящий пост он начинает терять объективность картины происходящего в стране поскольку власть сосредоточенная в одних руках она развращает и это самый главный минус я не буду вдаваться в подробности этого негативных всяких последствий этого вы их всех знаете и без меня но то что власть должна быть сменяемой и время от времени любая любое общество нуждается в свежем взгляде остром в новой крови свежий это это факт иначе быть не может начинается пробуксовка которая ведет в конечном итоге к медленному и неотвратимому угасанию Максим так куда же идет россия камаградеши куда вот двигается сегодня как вы это видите я боюсь давать прогнозы понимаете я не политолог но мне кажется что в любом случае этому периоду долговременного правления единой россии и владимира путина в скором будущем наступит конец как это произойдет бог весть но это законы истории никуда не деться а россию всегда вообще россию советский союз спасало чувство юмора то есть огромное количество людей писателей юмористов они как бы давали людям надежду на будущее через вот этот юмор который они транслировали люди ну людям как-то легче жилось я вспоминаю слова жванецкого который сказал нас никто никогда не поставит на колени мы как лежали так и будем лежать вот если говорить о россии вот у меня брат спросил куда идет россия в каком на сегодняшний день находится россия если с точки зрения я не хотел бы употреблять слово больной но вот с точки зрения человека насколько это сильная уверенная страна или все таки россии грозит развал в будущем вы имеете ввиду географический развал даже и политический и географический да то есть ну как бы одно следует за другим вы знаете все может быть на самом деле я допускаю некий развал потому что это не невероятно огромная территория и без четкой федерализации которые сейчас центр не допускает никак управлять этой страной очень сложно потому что то что хорошо для архангельска никуда не годится для владивостока ну условно говоря и конечно если бы губернаторы на местах имели хоть какую-то хоть какое-то значение хоть какую-то власть если бы они на самом деле могли не на словах а на деле управлять своим краем то этого можно было бы избежать возможно этого избежать удастся но пока ощущение огромной бескрайней плохо управляемые машины где левое колесо передние не знает что делает правая задняя в конце передачи хотел бы вам такой маленький кусь представить я задаю вам вопрос а вы быстро отвечаете выбираете хорошо максим чарли чаплин или юрий никулин невозможно выбрать и тот и другой да хемингуэй или толстой для меня толстой но может быть для кого-то хемингуэй джаз или рок сегодня наверное уже джаз лет 20 назад рок максим перед тем как мы к сожалению закончим передачу оглядываться говорят что это плохо значит для героя вашей песни все сложилось как говорится удачно так оглядываться это плохо или хорошо оглядываться это безусловно хорошо но сожалеть а увидев то на что-то оглянулся плохо максим огромное вам спасибо за это интервью мы желаем вам в первую очередь здоровья мы вам желаем творческого долголетия и самое главное оптимизма как только все закончится мы надеемся что мы с вами встретимся в городе чикаго еще раз огромное вам всего нашим городе метров спасибо вам большое привет вашим слушателям всего доброго всего доброго спасибо спасибо